Всем привет, друзья! Это Лейкенона. Флорида, США. Сегодня 20 января 2019 года. Сегодня у меня в кадре мой хороший друг Вадим. Ты у нас с Украины. Из Киева или откуда? Я родился в Киеве, но я из Запорожья, можно сказать. Хорошо. И наконец-то я дождался с тобой интервью. Сколько ты уже здесь? Без малого два года. В следующем месяце будет два года. Три недели осталось. Почти юбилей. Ну и кстати говоря, мне только сегодня вспомнилось, что я был первым человеком в Орландо, который тебя встретил. Ты первый человек, который нас встретил. Да, или в США. В США? Нет, в США. Вы же прилетели. Из наших, в общем, мы прилетали из Киева в Нью-Йорк. В Нью-Йорке пересадка была до Орландо. В Нью-Йорке мы, конечно, никого не видели, потому что у нас просто была пересадка. Немножко рейс задержался. Но да, ты первый человек, которому мы в Орландо из наших, уже из моих не пересадили. Да, хорошо, да. Я тогда еще, пусть косвенно, но как-то занимался адаптацией. Ну хорошо. Расскажи, пожалуйста, сначала в общем. Ты здесь два года. Что ты можешь сказать? Какие впечатления? Впечатления? Ну, самое первое, что хочу сказать. Америка не для слабаков. Потому что если, ребята, вы не настроены на Америку, не настроены пахать и не понимаете, что это будет очень тяжело, то вам сюда не место. Вот. Поэтому у кого есть, кто готов, потому что я уже, я вот честно скажу, я когда сюда приехал, ты нас из аэропорта вез, у меня было такое впечатление, что я уже знаю, куда, где, какой поворот. Потому что я все видео, которые возможно было, я уже все пересмотрел, я уже все наперед примерно понимал. То есть подготавливался, ты достаточно основательно. У меня вот так же было ощущение. Да, я очень-очень долго, я изучал все, что можно. Я изучал там все возможные варианты с работой, потому что я, когда мы приехали, мы работали, мы работали нелегально. Конечно, спасибо и вам большое за то, что это была помощь. Мы приехали, по-моему, если я не ошибаюсь, на четвертый день мы уже вышли на работу. А, да, все же с работой, да. Да, уже начали работать нелегально, но мы начали работать за то, чтобы... Но это как бы на самом деле ничего там страшного как бы не понимаете. То есть я добавлю, что на самом деле это просто, да, идет за кэш работа, но она идет все равно через аутсорсинг как бы компанию, да, которая в принципе налоги платит. И даже по требованиям можно взять у них какие-то бумажки и по ним сдать налоги на самом деле, как я потом узнал. Хорошо. Мы этим не занимались, потому что у нас таксель фанда, но в том году мы все равно бы его не получили. Потому что надо был какой-то ремит достичь, но... Возврата налога. И честно говоря, я тоже об этом не знал, но опять же, да, это как бы не особо это волновало. Хотя можно было бы еще что-нибудь сделать. Ну хорошо, а в общем, спустя два года есть какие-то мысли вернуться назад? Вот я примерно через год, как мы сюда переехали, лично я себя поймал на мысли, ехал на работу и поймал себя на мысли, что мне здесь комфортно. И кто-то спрашивает, какой-то период адаптации и так далее. Конечно, поначалу это тяжело, но если вы готовились, если вы понимали, что будет тяжело, то вам это легче будет переноситься. Но вот примерно через год здесь я ехал на работу и поймал себя на мысли, что мне здесь очень комфортно. И я особо, в принципе, адаптироваться мне к этому, но особо не было смысла. Не то, что смысла, я уже, наверное, просто к этому адаптировался. И сказать, что единственное, что меня тянет домой, в Украину, это мои все друзья близкие. Потому что, конечно, скучаешь по всем очень сильно. И менталитеты разные очень, Америка и наши все русскоговорящие славяне. Потому что, начиная с того, что мы все 31 декабря ставим елки в России, в Украине, а американцы 25 декабря уже выбрасывают, 26 декабря уже выбрасывают елки. А вот так вот с ними пообщавшись, ты представляешь себе какие-то завести там дружеские отношения именно с американцами или нет? Конечно, у меня, благодаря моей работе, на которой я работаю, у меня сложились очень хорошие отношения с несколькими ребятами. В основном это, конечно, американцы. Но американцы тоже, в Пуэрто-Рико есть люди, которые, но они считаются тоже американцами, которые имеют те же права, как и американцы. Ребята все замечательные, причем без разницы. Но есть рожденные здесь? Да, конечно. Либо они недавно приехали? Те, которые здесь родились, есть причем и черные ребята, и белые ребята, без разницы. На самом деле не зависит, кто ты, откуда ты. Но тебе не отталкивает с ними общение, приятно? Абсолютно. Я стараюсь держать, конечно, не могу сказать, что абсолютно все американцы, с которыми я общался, что меня вызывают какие-то только положительные эмоции. Да, конечно. Везде это независимо, на самом деле, кто ты, откуда ты. Но ты, я имею в виду, ты держишься жестко за русскоговорящую общину? Либо ты себя как бы вливаешь еще туда? Нет, не держусь абсолютно русскоговорящей общиной. У меня, в принципе, даже, наверное, сказать, американцам, наверное, друзей больше, друзей и знакомых, наверное, больше все-таки, чем, не все-таки, а больше, чем русскоговорящих, потому что правда… Да. Но прежде всего еще из-за работы, да? Из-за работы. Вот работа обязательно, как я снялся с тобой, но сейчас давай же, как бы, такую общую тематику домусолим. Ну, скажи еще немножко о предыстории, чтобы люди понимали вообще, от кого они слушают, да? То есть, как ты себя чувствовал там, в Украине? То есть, ты уезжал, как бы, ты стоял как-то на ногах твердо, либо ты, наоборот, тебе нечего было терять? Вот предыстория немножко. Я скажу так, что работа у меня была очень хорошая в Украине. Как ты материально себя чувствовал там? Я себя очень хорошо чувствовал. Я ни на что никогда не жаловался, и мне хватало на все. И, тем не менее, здесь социальный статус по приезду, он у тебя упал. Правильно? Очень. Очень. Я к этому был готов, я этого не боялся абсолютно. То есть, снять костюм, деловой костюм, и надеть перчатки, которые ты будешь убирать в туалеты, мне не составляло труда. Я понимал, что конкретно так оно и будет. То есть, самоподготовка и вот какая-то вот именно осознание всего, это все очень много помогает, да? Да, если вы не понимаете, куда вы едете и не готовились, не смотрели все эти видео и так далее, где очень много информации, конечно, это будет очень тяжело. Да. Поэтому я говорю, что, опять же, я работал в автобизнесе дома 7 лет, вот, и мне это очень, скорее всего, именно это мне очень помогло найти ту работу, которую я сейчас официально работаю здесь, в Америке. Потому что мне мой рекрутер сказал, что я удивлял очень сильно твоему опыту, потому что ты проработал 7 лет в одном автосалоне, что ты не искал там одно, второе, третье, четвертое. И, скорее всего, из-за этого меня и взяли на мою работу, которую я сейчас работаю. Хорошо, в любом случае, мы уже вышли на эту тему. Вот, прежде всего, такое, мне очень запомнилось, как ты мне рассказывал, сумасшедшие цифры сравнения, вот, рынка, да? Да. Скажи, что-то там за год вы продавали там столько-то, а здесь там, помнишь? Я скажу так, что по цифрам, если это кому-то, конечно, интересно, но это, может быть, наверное, всем интересно. Вся Европа вместе взятая, от самого маленького, там, Кипра и так далее, там, и Фарер, до Британии, Германии, вместе взятая Европа за 2018 год продала 17 миллионов автомобилей новых. 17 миллионов, вся Европа, в Америке продано 18 миллионов новых автомобилей. Только одна страна. Это только, да, только одна страна. Не говоря, что уже Канада, практически такой же рынок, наверное, большой, и Южная Америка. А вот в Украине в твоем салоне там тоже сумасшедший разница с твоим салоном здесь? Да, да. Вот эти цифры мне скажи. То, что мы продавали в Украине, в том салоне, в котором я работал в Украине, в городе Миллионники, мы продавали в год примерно 250 машин, то в том салоне, в котором я сейчас работаю, мы продаем как минимум 500 автомобилей в месяц. 250 в год и 800 в месяц. Просто жесть. Да, примерно 800, ну, 500 минимум в месяц. Хорошо. А какой уровень языка нужен, чтобы вот работать вот в твоей сфере продаж? Нужен хороший уровень языка. Просто так, если вы, если вы понимаете, что вам тяжело, если вы не сможете там чего-нибудь объяснить, то, конечно, нет смысла никакого, потому что, опять же, работа... Либо вы останетесь на каком-то первом уровне там убора, да, правильно? Да, да, конечно. Без языка, ну, в принципе, я считаю, что без языка делать нечего абсолютно. Как ты его учил? Какие там... Ну, учил я язык... Мне, я спасибо большое моим родителям, которые меня в школе еще пинка мне давали под зад, чтобы я учил этот английский язык, потому что я не только в школе учил, я его заполнительно учил. Плюс, ну, смотрите фильмы на английском языке. Даже если вы ничего не понимаете, все равно вы смотрите эти фильмы, потому что вы будете по чуть-чуть, по чуть-чуть его... Опять же, путешествие, если вы путешествовали там, живя в России, в Украине, путешествуете в Европу, разговариваете, не стесняйтесь. Если вы даже будете какие-то ошибки делать, то вас люди поймут. В Америке, даже если у вас нет языка, все равно люди будут вас понимать, потому что они знают только один язык. Мы сюда приезжаем, мы как минимум знаем полтора, как минимум. Ну да, действительно так. Хорошо, а скажи, вот раз уже про работу начали, как заработками тебе хватает? Как ты себя чувствуешь по сравнению, как ты на Украине себя чувствуешь? Ну, в этом плане, если брать официальную зарплату в Украине, считать, и официальную зарплату в Америке, то те блага, которые ты можешь потратить, на которые ты можешь потратить... Ну, конечно, здесь намного лучше это все. В Америке это на порядок, на порядок выше. То есть ты можешь себе больше позволить, если брать в отношении только официальную зарплату, которую ты получал в Украине и в России, и Америке. То есть чем больше ты продаешь, тем больше ты получаешь. И у нас есть пейчеки, просто обычный продавец автомобилей, которые люди обычные пейчеки получают в месяц. Ну, конечно, это люди, которые работали уже здесь много лет, 5-6 лет в нашем салоне, они получают примерно 10-19 тысяч долларов. Это просто обычный продавец автомобилей, но они впахивают, как кони. У них огромная клиентская база, и они красавцы. 6 дней в неделю в основном? Ну, в основном, да, конечно, это очень много. 6-дневка у меня получается, если я работаю 6 дней в неделю, у меня выходит около 70 часов в неделю. Если 5 дней, то 50-60. То есть надо быть готовым, что времени не хватает практически. Я слышал, по крайней мере, не знаю, как в Украине, но в России, по-моему, тоже в автосалонах. Даже я в свое время интересовался туда попасть. Тоже 6-дневка. 6-дневка. У меня, в принципе, в Украине работа, и у меня никогда не было 5-дневки, вообще никогда не было. Но здесь у тебя смена примерно сколько в день часов получается? Минимум 10. О, даже так? Нифига себе. Ну, 9, если что-нибудь там сойдется. По пятницам, каждую пятницу у нас GSM-митинг, и мы должны приходить все на 8.30 с генеральным менеджером. Даже не важно, что может быть, а смена пользы. У нас три команды. Первая команда приходит в 8.30, вторая в 10, и третья в 12. Соответственно, даже если у тебя расписание с 12 до 9, то ты все равно должен прийти в пятницу на 8.30 и уйти домой в 9 вечера. Но туда реально попасть, если у тебя не было опыта, как у тебя? Или вряд ли? Ну, если вы из Украины, России и наших стран, если у вас не было опыта в продажах, как минимум в продажах каких-либо. Не важно. И если у вас нету языка, то, конечно, это 100% вы не знаете. Ну, и документов получается. Ну, и документов, конечно. Ну, и документов, конечно. Поэтому, чтобы попасть в такой бизнес, нужно как минимум знать хорошо язык, а второй – это опыт хоть каких-то продаж, хоть какой-то опыт каких-то продаж. Ну, конечно, если у вас есть опыт продаж автомобилей, если вы работали на официальном дилере, и у вас есть язык и документы, то вам, скорее всего, если вам повезет, то двери будут открыты, если вам повезет. Ну, а вот скажи, пожалуйста, реально ли приехать и считается, что цены на машины здесь очень-очень доступны, купить там супертачку за пару штук? Нет. Это самое первое заблуждение, которое есть из наших стран. Люди, которые сюда приезжают, они имеют 5 тысяч долларов примерно, они хочется сразу купить какой-то за 5 тысяч долларов, там, Lexus новый, Mercedes, BMW. Новый, я имею ввиду, малобэушный. Да. Но это все, конечно, это все заблуждения очень большие, глубокие. Я не знаю, кто эти мифы все развивают. Да, цены, конечно, намного отличаются от наших цен, от европейских, но, понимаете, если машина хорошая и она на гарантии, она не стоит дешево. Тем более, премиум сегмент, Lexus, BMW, Mercedes и так далее. Потому что машина ценится здесь, в Америке, если у нее есть гарантия, если она на гарантии, то она ценится. Если у нее нет гарантии и больше 80 тысяч миль пробег, то она не ценится вообще. Какую бы ты сумму посоветовал с собой примерно иметь на машину, чтобы она была более-менее надежна, чтобы она возила с точки А, с точки Б и особо не ломалась, но минимальная сумма все-таки. Самое главное, вам нужно переступить свое «я» и не тянуться за премиум сегментом. Нужно просто купить какой-нибудь, можно купить Nissan, Toyota, C, Honda, просто. Точно так же, я приехал, я потратил, моя первая машина, я купил за 5 тысяч долларов, Nissan 2008 года, Nissan Maxima. По нашим меркам, это такая приличная машина. Здесь она, в принципе, машина, а Nissan Maxima, это круто в наших странах. 135 тысяч пробег на тот момент у нее был, но опять же, я вкладывал, то вложения нужны постоянно. Ремонт дорогой, да? Всегда нужны какие-то запасы на то, чтобы ты эту машину ремонтировал, потому что ремонт здесь дорогой очень. Если у вас нет русских обрядов и знакомых, которые тебе помогут... Я помню, ремень мне в 600 долларов обошелся. Ну, две стоки мне пришлось поменять. Просто сами стоки стоили около 400 долларов, а работа стоила бы еще 400 долларов. Но так как мне помогли немножко это все сделать... Какую бы ты сумму, в общем, советовал бы людям брать, если пара едет? Я не говорю про тебя. Вот, в общем, ты бы оттолкнулся вот в такой, в принципе, недорогой, небольшой город, как Орландо, раз мы здесь. Если вы хотите приехать с суммой какой-то денег, то... Если у вас вы располагаете этим, то... Ну, вот они готовы тоже выйти, в принципе, на какую-то работу, там, неквалифицированную, скромную, но при этом все-таки нужны же какие-то деньги. Ну, я думаю, для начала, хотя бы, если вы располагаете хотя бы там 4-5 тысяч долларов, я думаю, в принципе, так скрипя зубами можно. Но мы, когда сюда приехали... Но эта машина совсем будет очень скромная, без машины нельзя. За машину, в принципе, вы можете купить с рук какую-нибудь старую-старую Тойоту за 500 долларов. И, в принципе, для первое время вам этого хватит. Но по-хорошему у вас должны быть руки, чтобы ее делать. Если у вас есть... Если вы понимаете немножко что-нибудь в автомобиле, если вы хотя бы можете колодки тормозные поменять и масло поменять. Но чтобы вы купили... Поймите, чтобы купить машину, которая не ломается, вам нужно хотя бы, ну, хотя бы тысяч восемь. Хотя бы. Чтобы у вас там хоть какая-то была машина с маленьким пробегом. Более-менее маленький пробег. Окей. Ну, хорошо. Машина, ты прав был, что эта тема у тебя, конечно, обширная. Давай уйдем немножко в жизнь. Какие все-таки вот... Что тебя гложет здесь? Что тебе не нравится? Что мне не нравится? Что мне не нравится? Я не знаю. Наверное, скорее всего, мне все нравится. Я не могу сказать, что у меня какие-то моменты мне не нравятся. Да, я в чем-то, может быть, потерял. В чем-то... Вот. Но, опять же, я не могу сказать, что мне что-то не нравится. Конечно, можно сказать, что первое, что не нравится американцам, это большие налоги. Но большие это, по сравнению с нашими странами. Да, все распознается в сравнении. Да. Опять же, Tax Refund'ы каждый год. Пожалуйста, ребята, если вы работаете официально, перед вами все открыто, и вы можете получить ваши налоги, которые вы там заплатили, и вы можете их получить обратно. Ну вот. Вот ты, в принципе, быстро ушел с работы, грубо говоря, на русских. Да? Как тебе ощущается работа вот именно среди аналоговорящих? Тебе комфортно? Как вот там менеджмент построен? Я к тому спрашиваю, что людям стоит ли бояться вот сразу в эту жизнь окунаться, либо вот держаться все-таки русскоговорящей общиной, либо строить бизнес? Что ты скажешь? Ну, если у людей есть английский язык, то сразу нужно уходить от русской общины просто как можно быстрее. Потому что вы, оставаясь в этом среде, вы язык не учите, вас остается, вы просто общаетесь на русском языке со всеми. Ну, это такая зона комфорта, в которой вы выехали из зоны комфорта, и вы здесь ту же самую зону комфорта ищите. А из этой зоны комфорта нужно выходить. И чем быстрее вы выйдете, тем больше будет перед вами открытых дверей. Классно сказано. Супер. Слушай, ну мы так все, в принципе, похватали по малеху уже почти 20 минут. Я думаю, что уже будет дальше сложно воспринимать даже информацию. Может быть, я надеюсь, в будущем как-то с тобой, может быть, какую-то серию с ней, если людям будет интересно. Задавайте, пожалуйста, вопросы, делитесь своими мнениями. Ну, очень было здорово тебя послушать. Спасибо. Ну, как бы углубляться в какую-то сферу. Вот интересно было все-таки, да, насчет работы, может быть, снять. Ну, посмотрим. В общем, ребят, всем спасибо за внимание. Думаю, будем заканчивать. Спасибо тебе, что появился у меня на канале. Вот такие у меня замечательные люди окружают. Я желаю тебе самого хорошего и дальнейшего движения. И у тебя уже все, конечно, уже супер. Тебя окружает. Такая классная обстановка. Всегда есть с кем устремиться. Последний буквально вопрос, такой самый популярный в подобных видео первоначальных с людьми. Почему именно Орландо еще? Скажи вот буквально. У меня все это спрашивают, я не знаю ответ. Я наткнулся на твои видео. Скорее всего, скорее всего, меня это подогнуло Орландо. Мне нравится. Мне, я честно, я кайфую здесь, потому что мы живем 30 минут от океана. Я обалдею от погоды. Можно еще ближе жить. Можно еще ближе жить, да. Там по Майами. Но Орландо все-таки центр Флорида. Окей. Мы немножко защищены от всех ураганов, которые ураганные сезоны проходят. Поэтому, ну, Орландо, Дисней. Вот. И хорошие люди. И погода, и природа. И погода. Все, замечательно. Хорошо, спасибо тебе еще раз. Будем прощаться. Все, удачи тебе. Счастливо. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.